10 марта, пожалуй, первая общеплощадная встреча с Лаучан. С Лаучане собираются для того, чтобы все-таки выяснить, где-то масленица, либо колодий. Кроме того, попрощаться с зимой и, в конце концов, сжечь вот ту вот женщину, которая принесла все неприятности в течение зимы. Впрочем, это будет через час, а что было до этого, вы узнаете из этого репортажа. Погода, откровенно говоря, была, видимо, на стороне зимы. Приличный ветерок сдувал зрителей в сторону шашлыков, а их в этом году было достаточно много. А на сцене активная баба Яга пыталась устроить свою личную жизнь с помощью колдовства и колодия, подыскивая себе жениха, свежего, как огурчик. Потенциальные женихи на нее внимание не обращали, лезли на стол, чтобы выиграть что-нибудь, что в пакетах висело аж на самой верхушке. Детвора традиционно играла в масленичные игры, а фольклорные коллективы, сменяя друг друга, развлекали собравшихся зрителей. Вначале два фольклорных черниговских ансамбля, Калита и Северяне, объединившись, спели мини-концертную программу. Затем зрители развлекали уже славутические хоры «Еще не вечер» и «Пой душа». Затем зрители развлекали уже славутические хоры «Еще не вечер» и «Пой душа». Кстати, поклонников хорового пения в этот раз было не очень много, а где-то через час после начала осталось человек 70-80. Остальных, видимо, ветром сдуло ближе к чучелу зимы, символизирующему все неприятности зимы, которое вот-вот должно было сгореть. А на сцене баба Ига уговорила-таки молодого парня жениться на ней и пообещала помочь вместе зиму прогнать. Но пришла весна вместе с колодьем, чем-то похожим на святого Валентина. И тот, как и положено в таких случаях, спел песню. «На добро налаштовую, зло сусіквей корочовую. З вами я витанцовую, бо мені дала доля два крыла. Я прийшов на святу весну закликати зиму проводжати и втанок водить. Будем їсти, пити, свіди божи хвалити на добро и щедрись, Бог благословит». А чуть позже сестры зима и весна нашли общий язык, нашли молодую девушку и бабу Игу от обряда бракосочетания отстранили. Все закончилось хорошо, общей песней и сгоревшими неприятностями, около которых словачане и ждали последние минут 20. А как только праздник закончился, тут же достаточно приличный порыв ветра и небольшой дождь очистил всю площадь. Все, зиму словачане проводили. Подробнее об этом расскажем в среду. В новостях Славутич.